Девушки отдыхают Меня зовут Катя А меня Талиш Мы расскажем вам о будущем Которое начинается уже сегодня Американский инженер создал автомобиль будущего Ездит быстро, выглядит потрясающе Российские изобретатели подняли в воздух 30-тонный вагон Я его сдвинула Человек преодолел силу земного притяжения Ни крыльев, ни фюзеляжа, ни кабины Компания Илона Маска построила первый участок высокоскоростного тоннеля Ехил 45 минут в пути, и ты в Нью-Дели Как эти технологии изменят жизнь через 50 лет? Хотите увидеть прямо сейчас? Двери закрываются Следующая станция Брэндвуд Эй, подождите Эх, не успел 36-й скоро будет? Через 12 минут Вот это я понимаю, транспорт будущего Телепортация? Серьезно? Не будь скептиком А если возникнет неполадка? Как обычно, звонишь в техподдержку, и кто-то приходит на помощь Не нравится мне это Уверена, будут варианты получше Известные корпорации считают, что автомобиль будущего выглядит так Плавные контуры, умная электроника, корпус словно обтянут кожей Безотказная работа, сверхвысокая скорость Но нашего собеседника, работы именитых автодизайнеров, вгоняют в тоску Источником идей для моих проектов служат автомобили, которые я вижу в кино Это сочетание разных экзотических машин Это машины с мощными двигателями По крутости дизайна не уступает Бэтмобилю Будущее, которое можно поставить в гараж, стоит 500 тысяч долларов Это самая дорогая модель В ней сочетаются все наши наработки Американец Майк Веттер, большой поклонник автомобилей В прошлом официант в кафе, а сейчас проектировщик суперкаров, миллиардер и филантроп Здравствуйте, меня зовут Майк Веттер Добро пожаловать в мою мастерскую Эта модель самая необычная из тех, что здесь представлено Она получила название «Лунный гонщик» За необычный облик, а также корпус и элементы салона Сделаны из современного углеродного волокна Это супер уникальный лунный гонщик Это ультра острая ярко-красная бритва А это популярный у публики инопланетный автомобиль Один из моих любимчиков Эта модель похожа на космический корабль Рассмотрим получше Он словно парит над землей О такой машине мечтают все писатели-фантасты Мы хотим сосредоточиться на простых и легких в изготовлении моделях Корпус этого суперкара распечатан на 3D-принтере Для Рэма Кокхаса источниками вдохновения стали фильмы и космические аппараты Кажется, что электромобиль вот-вот сорвется с места Но разогнаться он сможет от силы до 50 км в час А аккумуляторы без дополнительной зарядки Хватит только на 240 км пути И вообще за руль можно будет сесть только в будущем Мы работаем над тем, чтобы в дальнейшем выпускать полноценные автомобили, на которых можно будет ездить на улицах С помощью опытного образца мы пытаемся определиться с дальнейшими шагами Ну а пока этот суперкосмомобиль может украшать ваш гараж как элемент декора А это еще что? Это транспорт будущего? Уж лучше твоих суперкаров со скоростью 50 км в час Класс! Будем крутить педали на пути к лучшему будущему Привычным видом транспорта изобретатели добавляют вот такие примочки Странно выглядит Тебе не кажется? Ты удивишься, но такое уже существует Пропеллеры вместо колес Батарея вместо топливного бака Первый в мире летающий мотоцикл готов к использованию Эти пропеллеры из углеродного волокна Моторы изготовлены здесь, в Чехии По сути, ховербайк — это гигантский квадрокоптер Пока батареи хватает лишь на 20 минут Но за это время можно пролететь почти 30 км Максимальная скорость — около 70 км в час Это зависит от веса пилота и погодных условий Максимальная грузоподъемность — где-то 90 кг Это стимулировало российского предпринимателя Александра Атаманова следить за своим весом Он изобрел и испытал ховербайк Это была моя мечта Мой отец — летчик сверхлегкой авиации Я мечтал об этом всю жизнь Александр создал первый ховербайк в России Презентация произошла в инновационном центре Сколково Эта штука может подняться на высоту до 5 метров и разогнаться до 100 км в час Она летает? Я попробую Давай Представь, каково это — гнаться за кем-нибудь на такой машине Я для него, наверное, маловато Да нет, нормально Интересно, что когда батарея начинает разряжаться, он автоматически идет на посадку Вот оно, будущее О, да Разработкой российского инженера заинтересовался весь мир Ховербайки уже опробовали полицейские в Дубае А Александр испытывает новый прототип в США Если пробок нет, автомобиль, конечно, может проехать быстрее и дальше, чем ховербайк Но в условиях труднопроходимой местности, скажем, среди гор или рек, ховербайк быстрее Правила дорожного или воздушного движения для этого транспорта пока не прописаны Нужны будут меры обеспечения безопасности общественных мест Точно так же, как это делается в случае с транспортом на дорогах Если машины будут летать по воздуху, то и там понадобятся светофоры, разметка и регулирование движения А если у кого-то заглохнет двигатель или произойдет авария Возможно, именно поэтому летающий транспорт развивается так медленно Эти машины год за годом проходят многочисленные тесты Самый продвинутый аэромобиль сейчас у Словакии Он разгоняется до 160 километров в час на шоссе, а в полете до 200 Полного бака хватит на 700 километров По сути, это трансформер с корпусом автомобиля и крыльями самолета Мне нравится концепция летать без чего-либо вокруг Ни крыльев, ни фюзеляжа, ни кабины Американский инженер и пилот Дэвид Мэйман создал компактный мобильный транспорт будущего Это JB-11 Разработки ведутся уже лет 12 И это 11-я версия нашего реактивного ранца На этих кадрах Мэйман пролетает у Статую Свободы в Нью-Йорке А вот он в небе над заливом в Абу-Даби Это не чудо, а просто рюкзак У самолетов, на которых вы обычно летаете, есть большие реактивные двигатели А здесь их маленькая версия Таких мини-двигателей шесть Работают они на керосине, а управляются джойстиком С этим ранцем можно пролететь до 5 километров И сразу же спешить на посадку, иначе кончится горючее Сейчас разработчики пытаются исправить эту неприятность Представляешь, дети будущего собирают школьные рюкзаки Нажимают на кнопку и полетели Это же мечта, так весело Но другие развлечения исчезнут Мы вот в детстве клали на рельс монетку и ждали, когда пройдет поезд Да, я делала так же Ждешь, когда пройдет поезд И вот милый подарок на память А у детей будущего этой игры не будет Поезд на магнитной подушке не касается полотна На самом деле дети в Китае и США и сейчас не знают таких игр Всего несколько лет назад путь из Москвы в Санкт-Петербург занимал 8 часов Сегодня у меня ушло в половину меньше времени Уверена, в будущем наши поезда станут намного быстрее В Санкт-Петербург я приехала, чтобы встретиться с группой ученых, создавших летающий поезд Давайте на него посмотрим Этот вагон весит 32 тонны Присмотревшись, можно увидеть, что он действительно парит над поверхностью Здесь расположены постоянные магниты Здесь и там И зазор 2,5 сантиметра В течение трех лет эта платформа левитирует Очень страшно смотреть на то, как он держит там руку Это как засунуть ее в пасть льва Можете сами попробовать На испытательной установке ученые показывают, как работает система с магнитной левитацией Когда сила отталкивания больше притяжения, вагон поднимается в воздух Мы научились формировать магнитные поля, которые держат надежно И гарантированно, что здесь никаких неприятностей, связанных со сходом подвижного состава Не дай бог еще каких-то, так сказать, других здесь быть не может Поезда на магнитной подушке уже есть в Китае, Японии и Южной Корее Все они пассажирские В настоящее время российские специалисты работают над первым магнитным высокоскоростным товарным поездом Который будет перевозить грузы со скоростью 500 км в час А зачем такая высокая скорость, чтобы было понятно, так сказать, просто на живых примерах Чтобы выловленная, скажем, в Охотском море рыба, а еще живой, приехала, так сказать, в Москву И на рынке или где-то в магазине, так сказать, вот она живая морская Сколько весит поезд? 30 тонн или 300? Неважно Чтобы это доказать, разработчики предложили еще один эксперимент Я его сдвинула Одной рукой можно сдвинуть с места 30 тонн И все благодаря магнитной левитации И чтобы доказать, что они настоящие Смотрите, что будет Ой, какое мощное притяжение Оставлю монетку здесь Чтобы вернуться к такому поезду, но уже в качестве пассажира Я хочу заказать вашу фирменную пиццу, но без лука Да-да, спасибо Заказ из Нью-Йорка О, я больше не могу Давайте быстрее Отлично Доставка Ух ты, в каком мире живем? Можно заказать пиццу из другого города, и она придет еще горячей Класс! С вас 14 300 долларов Это единственный недостаток Такое будущее меня не радует Ладно тебе, избавиться от самолетов было бы здорово Ведь поезда станут быстрыми Но людям будет не хватать сна Почему? Если путь из Лондона в Нью-Йорк будет занимать всего час, из пригорода люди будут доезжать в центр города за считанные секунды, теряя при этом каждый день драгоценные лишние минуты сна Ой, да ладно, и вообще это все будет не скоро Вообще, над этим проектом уже работает команда ученых в Белоруссии Мы в Белоруссии На ферме недалеко от Минска, где ученые в буквальном смысле несутся в будущее, разрабатывая способ летать, оставаясь на земле Это можно считать и фуникулером, и легким метро Скайуэй — революционный вид транспорта Быстрый и бесшумный Здравствуйте Выглядит невероятно Расскажите, как все это работает Что здесь происходит Это рельсовый транспорт эстакадного типа В каждом рельсе по 4 струны Это канаты диантропии 15 метров, каждый из которых натянут до 18 тонн Автопилотируемые кабины передвигаются по тросам, натянутым между стальными стойками Инженер Анатолий Юницкий назвал их в свою честь — Юнибус Выглядит сверхфутуристично Давайте зайдем внутрь Космический дизайн — тоже идея Анатолия Гладкие формы, суперпрочное стекло, мощный электродвигатель — все, что нужно для ускорения Я никого не заимствовал, это мой дизайн, причем я придумал это не как художник, а как инженер Главная потеря энергии — это аэродинамика Поэтому я улучшил аэродинамику Юнибусов по сравнению со спортивным автомобилем в 7 раз Есть два вида кабин Skyway Подвесные способны развивать скорость до 150 км в час На весные стабильнее и в будущем смогут разгоняться до 500 км в час 150 км в час Не многовато для такой штуковины Чтобы проверить, движется ли эта кабина с заявленной скоростью, прокачусь с ней на перегонке Что ж, поехали Начало неплохое Дорога здесь не очень, но пока что я впереди 150 км в час? Сомнительно Ну и дорога, ехать тут непросто Ничего себе Обгоняет Откуда эта штука вообще взялась? В голове не укладывается Ехать тут невозможно Дорога просто какой-то кошмар Камни повсюду С ума сойти Мне ее не обогнать Победа была так близка Победа была так близка Но меня обошли Надо отдать должное разработчику Технология работает Спасибо большое Желаю вам дальнейших успехов Вы создали потрясающую вещь Разработчики особенно гордятся невысокой стоимостью Рельсострунная дорога обойдется в 10 раз дешевле железной Ее проще строить и материалов уйдет меньше Это транспорт второго уровня, когда земля освобождается от дорог У нас отсутствует проблема мостов, пересечения рек, тоннелей, переездов Но если таким транспортом начнут пользоваться во всем мире Придется перестраивать города или строить новые вдоль таких магистралей Для SkyWay идеально подходит Тель-Авив Узкий и вытянутый вдоль побережья А в городе круглой формы, скажем в Москве Это нововведение вызовет транспортный коллапс Вписать этот транспорт в существующий любой город, конечно, это очень сложно А вот построить какой-то город будущего с чистого листа, да, это было бы, наверное, очень интересно Какое опасное изобретение Почему? Почему? Посмотри, как прекрасна природа Сибири И представь, какой там будет наплыв туристов Они же вмиг погубят планету Такое будет еще не скоро Скоро уверен Илон Маск Илон Маск? Когда он обещал запустить в космос автомобиль, все тоже смеялись А ведь Тесла уже там Сейчас Маск работает над еще одним фантастическим, но вполне реализуемым проектом Технологии, как из научно-фантастических фильмов, уже стали реальностью В феврале 2018 года Илону Маску разрешили приступить к строительству первого отрезка проекта Hyperloop на востоке США Эта технология позволит развивать скорость до 1200 км в час Вот по такой траектории отсюда, из Денвера, через берегов пролив, разделяющий Аляску и Сибирь, можно добраться до Китая Путь до Пекина займет всего около двух часов В отличие от Илона Маска, Дэрил Остер не так широко известен А ведь идею вакуумного поезда предложил именно он Проект Остера называется ET3 Вместо длинных поездов Hyperloop, Остер предлагает использовать компактные двухместные капсулы В трубе установлены постоянные магниты, сверху и снизу, прямо напротив друг друга Электрический ток генерируется движением в магнитном поле, создаваемом этими магнитами За счет этого и возникает эффект левитации Можно сесть и представить себе, какой будет поездка в ET3 В Нью-Йорке будем часа через полтора, так? Да, можно там пойти перекусить, в Смайлерсе Отлично У них лучшие корнишоны Да? О да У людей будет появляться больше возможностей Но вместе с тем и способов совершать дурные и ужасные поступки, скажем теракты Эксперты уже назвали эту новинку легкой мишенью для террористов Достаточно трещины в туннеле И вакуума нет, произойдет авария Но ET3 еще на стадии тестирования А первый сегмент проекта Hyperloop уже строится Более того, Илон Маск предложил другой перспективный проект Изобретатель говорит об использовании космических технологий Из Гонконга в Сингапур за 22 минуты Из Нью-Йорка в Париж за полчаса Пассажиры занимают места в ракете Она покидает атмосферу Земли И летит по орбите до места назначения на скорости 27 тысяч километров в час Маск все свои фантастические проекты успешно реализует Да, с отставанием всегда надо накинуть 2-3 года к его обещаниям Но, тем не менее, Big Falcon rockets Это он обещал сделать там в следующем году А она фактически и есть То есть, если он это сделает То уже мы начнем обсуждать стоимость билетов А то, что он умеет поднимать ракету и сажать ее в нужное место А это уже 90% технологии Это мы можем наблюдать уже в прямом эфире Вопрос вот в чем Реалистичны проекты Илона Маска Или это фикция Гений он Или, может, просто счастливчик Лично я думаю, что он, во-первых, очень хороший бизнес-руководитель На некоторые вопросы до сих пор нет ответа Например, сколько потребуется времени, чтобы доехать до космопорта Их придется строить вдали от городов Как человек будет переживать столь сильное ускорение? И невесомость хорошо перенесет не каждый Это не полный список проблем Никто не знает, чего ждать в конце путешествия Ох, не доверяю я этим технологиям Здрасте! Ну что, скоро мы поедем-то? Все не так страшно оказалось ПОСТАРАЕСЬ 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 Значительное повреждение ядра Критический отказ системы ПОСТАРАЕСЬ ГЛУЧЁК ПОСТАРАЕСЬ Ужас. Мне и так страшно летать. А теперь что? Буду бояться, что меня похитят пришельцы? Да ладно. Подумай, какие открываются возможности. Мы сможем попасть в любую точку планеты за считанные секунды. Всё это кажется слишком опасным. И, кстати, мне пора на маникюр. Всем пока. С вами была Катя. И с вами был Талиш. А сейчас мне пора на автобус.